Я как приличная хозяйка Я понимаю и постараюсь сделать все быстро, коротко, не утомлять наших гостей Потому что уже за это время я придумала, что нужно, наверное, тезисно сообщить Для начала я хотела бы, чтобы мое выступление вселяло оптимизм во всех нас Поскольку оно основывается на работе нашей кафедры, которая работает с молодежью И за это время мы убедились, что у нас хорошее будущее, мы растим хороших исследователей Которые способны выполнять очень серьезные работы А поскольку мы стараемся их обучать в режиме близком к настоящему реставрационному проектированию То это действительно вселяет оптимизм И вот здесь вы увидите тоже студенческие работы Но и следовательские студенческие работы Так, куда дальше? Значит, и еще по поводу оптимизма Чтобы не было проблем, я решила, что все-таки правильнее, наверное, говорить вопросы Потому что когда вопросы задаются, быстрее находятся какие-то ответы Значит, следующий момент По поводу архитектурного наследия советского периода Это тоже очень актуальная тема Поскольку советский период еще не столь изучен И не столь включен Вот этот перечень объектов культурного наследия Значит, а он действительно очень интересен И требует каких-то дополнительных усилий для изучения Ну и далее, когда мы перейдем к Адмиралтейской Слободе То я и объясню еще и почему Значит, по поводу Адмиралтейской Слободы Если кто-то участвовал, значит, в экскурсиях То это очень интересная территория нашего города Которая, ну, привлекает внимание Не настолько давно И идет очень длительное обсуждение этой территории А вот в связи с тем, что Казань признана историческим поселением Этот интерес, он усиливается И для решения приняты, ну, предпринимаются огромные усилия И здесь вот мне хотелось бы отметить усилия именно общественности города Значит, которые играют огромную роль Они привлекают внимание И вообще получается, что профессиональный интерес Ко многим объектам культурного наследия Возникает именно после того, как общественность нам укажет на какой-то объект И это нормально Вот здесь вот мы видим, значит, историко-культурный опорный план города Казани Из последних документов И мне хотелось бы вот следующим, например, кадром показать Что, понятно, это огромная работа, которая вышла в реальность А вот когда мы переходим на следующий уровень К объекту То оказывается, что работает принцип не только от общего к частному Но и от какого-то частного элемента К общим проблемам, вопросам и задачам, которые нужно решать И в этом плане вот работа, которая проводится студентами Очень показательна Вот когда мы начинаем изучать уже от объекта Который, как вот сказал Александр Сеевич, может стать маркером Для судьбы большого района Или может стать какой-то отправной точкой Для формирования, ну, локальных территориальных объектов культурного наследия Территориальных, такие как достопримечательные места То работа студентов оказывается очень интересной И дополняет, и раскрывает новые и новые горизонты Это вот работа Садыка Вадиляра, которая здесь у нас присутствует Я ее увидела, значит И эту работу она выполняла для того, чтобы разобраться с объектом дипломного проектирования Который, собственно, у нас здесь и рассматривается Это здание пожарной каланчи А это вот работа следующей студентки, которая выбрала другой объект Территорию завода Сантехприбор, тоже историческая территория И начиная исследовать более локальную какую-то территорию Мы выявляем новые объекты исторические Которые явно требуют повышения своего статуса И эту работу необходимо проводить И у нас, кстати, есть такой раздел, который вот Фрида Мухаммедовна Очень как-то последовательно, что ли, осуществляет И реализует эту задачу Когда мы выполняем работу, близкую к материалам Экспертной оценки для повышения статуса памятника То есть раздел дипломного проектирования охраны памятников Ну и для примера Вот здание пожарной каланчи На улице Маломосковской в Кировском районе Хотелось бы сказать, что оно там практически уникальное В силу своего функционального назначения Но застройка по району тоже очень интересная И она очень разноплановая Но тем не менее, вот есть такие Разного периода советского постройки Это и 30-е годы Есть и 40-е годы Значит, ну до 60-х годов советского периода Профессиональный интерес пока не дозрел Но надо предвидеть это И вот я в качестве одного из предложений Я не знаю, может быть Как-то специальные программы Которые должны уже формулировать И опережать интерес Ну такой общий культур Ну не общий интерес А профессиональный интерес Именно к застройке советского периода Потому что, ну действительно Время бежит очень быстро Но так же быстро И оказываются именно эти постройки Самыми уязвимыми Для современного момента Поскольку они, во-первых, эксплуатируются И все время требуют плановый ремонт какой-то Второе Они, часть из этих объектов Вообще утратили свою Ну необходимость такой типологии Вот, например, наши Следующие объекты, о которых я буду говорить Это пожарный колончак Которая сейчас, в принципе, не нужна уже При наличии технических средств Ну как свидетельство Значит, архитектурное свидетельство Определенной эпохи и типологии Оно очень интересное Ну и в силу ряда других причин Вот такие Застройка, которую мы здесь видим Своеобразная И жилая застройка Понятно, что состояние ее Не очень хорошее Но все время стремление реконструировать ее таким образом Чтобы уже не осталось никаких Ни композиционных Ни каких-либо других характеристик Этой застройки Угроза очень большая Вот приблизительно в таком состоянии Находится застройка этого райончика Который мы вам показали Значит, это центральная улица Адмиралтейской Слободы И здесь вот видно, что идет соседство сооружений И начала 20 века И середины 20 века И все это очень интересно Но и одновременно это чаще всего И в лучшем случае Вот эти ценные градостро... Ценные градоформирующие объекты Которые получили вот этот статус В связи с тем, что Казань была признана Историческим поселением Кстати, я посчитала, значит Что из 391... Сейчас, да... Ой, извиняюсь 431 включенных в перечень зданий По приказу Вот в утверждении границ 99 зданий Это советского периода То есть это одна четверть А если мы посмотрим еще На типологию этих зданий То наиболее слабо представлены здания Именно промышленного назначения И это тоже проблема Которая тоже... Ну вот я не знаю Надо писать или нет Что не только советского периода Но и советского индустриального Периода строительства Мне кажется, это интересно Было бы обращаться, например, К органам охраны О создании каких-то Специальных программ Ну и привлечении научного потенциала В виде, значит, вузов и так далее Теперь по поводу Каланчи А, вот еще, опять же Сложности, которые по этому Периоду памятников встречаются Очень сложно искать документацию Во-первых, скорость изменения Баланса держателей этих зданий Она такая большая За советский период И настолько, ну, колеблется Разные ведомства И все время это, значит, С какими-то сложностями связано Искать документы очень сложно И вот, например, такое здание Уникальное напротив нашего здания Общежитие По нему архивов пока не нашли Хотя уже несколько лет ведутся поиски Но зато имеются документы БТИ С 75-го года Уже четыре раза проводились Инвентаризация этого здания То есть, как минимум, четыре собственника Поменялось Или, ну, каких-то ведомств Которые отвечали за материальное состояние И это тоже, значит, очень показательно Значит, это вот те документы БТИ По этому общежитию В каком виде мы его получаем И, конечно, будучи общежитием Эта планировка никуда не годится Для современного использования А вот каким образом работать с ней дальше Это большой вопрос Ну и, в общем-то, искусство Да, приспособление Потому что именно приспособление Проблема Она, ну, решает судьбу этого здания Вот так, как говорил наш коллега из Италии Что мы можем новым использованием Просто убить все то, что было Ту душу Или, ну, то сердце, которое было в этом сооружении Значит, ну, по поводу Каланчи Нашей любимой Каланчи Это всегда все-таки уникальное здание И это здание тоже по-своему уникальное Ну, и вот для того, чтобы выйти на И характеристики его уникальности Была проделана огромная работа Диляры Которая изучила пожарное дело в России И надо сказать, что это с 1400 какого-то года Потом, перейдя на советский период Мы выяснили, и тоже я попробовала подсчитать Как минимум 16 изменений ведомств Которые занимались пожарным делом Но, так или иначе К нашему времени Это стало подразделением МЧС И, в общем-то, благодаря общественности В 16-м году был остановлен снос этого здания Законсервированы, значит, оставшиеся части И до сих пор решается вопрос О его реставрации, реконструкции Или приспособления Ну, и здесь в ходе работы над этим проектом Ну, и немножко здесь вот идет информация По тому, как этот проект подается Английский язык Потому что Диляра еще сдавала экзамен В аспирантуру на английском языке Значит, по поводу архивов Вот видите, как минимум, значит, 4 огромных фонда Которые нужно перелопатить Чтобы найти какую-то документацию По этому периоду Очень большие интересные вопросы Соответствия постройки Проектного решения и постройки Большие расхождения Которые уже не фиксируются В документах Ну, и дальше уже идет проектное предложение По, собственно, приспособлению Что тоже чаще всего и лучше всего И интересные самые предложения По приспособлению Можно услышать от студентов В нашем случае это вот такой вот центр Изучения, ну, как это, робототехники И чего-то там еще Значит, современного очень Это проекция предложения Значит, ну, вообще такой уникальный тип зданий Известен из истории архитектуры Очень хорошо Очень интересные есть документы Ну, а проблема приспособления Это здание под современные нужды Она остается, в общем-то, не только для Казани Но и для многих других городов И вот эта картиночка очень показательная И в довершении Вот я хотела все-таки озвучить Я не знаю, Казанск практически не осталось Значит, у нас вот тоже В связи вот с этим документом Приказом Значит, в перечень объектов ЦГФО Вышел вот один объект Который называется Значит, пожарная часть меховой фабрики Пожарные части были при предприятиях И особенно при военных предприятиях И вот такое вот интересное сооружение Которое в другой части Казань На улице меховщиков И само по себе Вот в таком виде Оно очень интересно И может вполне стать маркером Этой территории Для ее дальнейшего развития А когда мы говорим Об архивных исследованиях И вообще изучении студентами То вот такая студентка Как Расулова Рамина Сумела проникнуть В сохранившийся музей меховой фабрики Где мы выяснили Что это, оказывается, водонапорная башня И это что-то с этим тоже надо делать Встреча с новым годом 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 Продолжение следует...